Всем приветик! В этом видео решил порассуждать порассказывать как работает экспонометр в фотокамере и по какой причине он время от времени тупит и выдает не то что нам хотелось бы увидеть Сразу скажу видосик конечно в первую очередь будет интересен тем кто только начинает фотографировать и пока еще пытается разобраться в том как это все работает Сразу опять таки надо будет упомянуть о том что способы замера экспозиции по крайней мере мне известно всего два один по падающему на объект свету то есть есть у нас некая сцена которую мы хотим снять и на эту сцену от источника от источника освещения падает некое количество света и вот фотограф при помощи прибора под названием экспонометр либо в современном мире флешметр который позволяет кроме постоянного света еще и замерять импульсный замеряет какое же количество света падает на снимаемую сцену на снимаемый объект на снимаемую модель фон там и так далее то есть проводит экспонометрию замер этого света и уже исходя из этих полученных количественных каких-то показателей он уже делает расчет экспопары и там в современном мире уже и экспо трио наверное так правильно сказать поскольку ISO уже становится неотъемлемым участником всех этих измерений так как легко его поменять не то что раньше как на пленка была вот ну и второй способ который уже непосредственно применяется в современных камерах это способ измерения не падающего света а отраженного от объекта съемки то есть предположим решили мы снять какую-то сцену на эту сцену падает свет который ее освещает часть этого света отражается и уже попадает в объектив фотокамеры именно часть вот этого отраженного света вернее часть падающего света которая отразится и производит замер камер то есть производит измерение фишка в чем если падающий свет на объект в любом случае в количественном измерении остается постоянным вне зависимости от того что мы снимаем что-то темное либо что-то яркое то есть количество самого света который падает при этом на объект одинаково поэтому когда мы проводим замер экспозиции по падающему свету то там никаких поправок или никаким образом не надо учитывать что мы снимаем при этом то есть что-то темное что-то серое или что-то белое то когда речь идет об отраженном свете ну совершенно думаю логично и понятно что более светлая поверхность будет отражать больше от себя света а более темное будет отражать меньше а большую степень будет поглощать как же в таком случае быть с экспонометром как же он вообще понимает что перед ним что-то светлое или что-то темное а вот фишечка как раз в том что экспонометр ничего друзья как раз и не понимает то есть он не понимает реально что камера снимает снимает ли она уголь угольную какую-то кучу либо она снимает кучу снега то есть для нее все это по барабану и вот как это работает то есть видимо провели какие-то испытания исследования там замеры и пришли ученые и инженеры к выводу что примерно если любую или по крайней мере не любую но большую часть снимаемых сцен по яркостям усреднить то получается примерно 18% серый цвет то есть скажем так именно отсюда и отталкиваются что в среднем снимаемая сцена примерно 18% именно от такой серой сцены серой поверхности идет отражение света и отсюда вся автоматика пляшет но как я уже говорил сцена может быть намного светлее либо намного темнее и вот когда как раз мы натыкаемся на такие экстремумы например снимаем зимой общий план на котором в принципе белое какое-то поле снежное и на нем стоит там одинокий небольшой объект съемки естественно что превалировать в этом случае доминировать будет именно белый снег но автоматика она не понимает что это именно белый снег она может просто решить задачу по своему решить что кадр переэкспонирован потому что перед ней все тот же серый цвет на который падает просто очень много света поэтому она экспозицию придушит и в итоге за место белого снега на кадре мы получим серый серый грязный цвет а не белоснежно-белый что же произойдет в случае если мы снимаем что-то очень темное например шахтера шахтера на фоне на огольной куче какой-то что кругом все черное-черное камера опять-таки не поймет что мы снимаем очень какой-то темный сам по себе объект решит что просто кадр сильно недоэкспонирован и попытается экспозицию задрать вверх в итоге мы получим кадр переэкспонированный и опять-таки вместо радикально черного цвета как в 12 стульях мы получим некую такую невзрачную серость что же нам делать когда мы сталкиваемся с такими вещами но опытные фотографы они разумеется вводят поправку заранее и теперь внимание когда мы снимаем что-то на очень светлом фоне то есть на снегу там белое на белом как говорится то как ни странно поправку надо выкручивать в плюс ну вернее никак не странно а ее надо выкручивать в плюс потому что камеру по умолчанию будет недоэкспонировать этот кадр насколько конкретно в плюс зависит от таких факторов как модель камеры производитель потому что все-таки вот эти вот алгоритмы у каждого производителя свои режимы замера экспозиции ну в любом случае по отраженному свету но есть еще такие фишечки как будет ли это точечный замер матричный замер частичный замер там усредненный и так далее но это вы все можете почитать кому интересно но в любом случае экспозицию надо будет подкручивать корректировать в плюс если же снимаем что-то темное то в минус поскольку у нас будет переэкспонирован кадр нам надо будет его придушить ну а по на какое количество стопов вводить поправку здесь я думаю только эмпирическим путем путем большого количества каких-то съемок подмечаний для себя где-то ставить на заметку что вот обычно когда снимаю зимой там в таких-то условиях то значит там плюс там условно говоря одну-две ступени если снимаешь что-то очень темное там я не знаю африканца на темном фоне то тут надо в минус выкручивать ну и так далее и тому подобное причем не важно снимаете ли вы в М-режиме либо в режиме приоритетов в любом случае ориентируясь на показания экспонометра в камере вам придется эти поправки вводить то есть когда вы снимаете в М-режиме вы уже будете выставлять стрелочку не в ноль а скажем так если снимаете что-то белое в плюс один там или в плюс полторы в плюс две ступени если что-то темное в минус соответственно если же снимаете в приоритетах например в том же самом моем любимом приоритете диафрагмы то такую поправку можно вести однократно то есть если вы снимаете сцену которая на ближайшие там несколько кадров меняться не будет вы сразу можете для автоматики ввести эту поправочку и дальше камера уже сама будет все делать вот такие пироги повторюсь пока что пока что ни одна камера еще не научилась до конца понимать снимаемую сцену а именно ну уже конечно есть камера которая понимает что перед ней животное там человек ну лицо имеется ввиду и исходя из этого как-то экспонометрию ведет понимая цветной не цветной объект то есть современные экспонометры они мало того что работают по эркостям они еще и работают по каналам цвета это очень здорово потому что разный цвет отражает разное количество от себя света то есть если например один и тот же источник света взять но поставить перед ним от жи би разные поверхности там красную синюю зеленую то от зеленого от красного от синего будет отражаться разное количество света вот так вот ну при условии что они одинаковой тональности ну так вот в общем то вот такие вот фишечки поэтому теперь когда друзья вы выходите на улицу снимать зимой ну и в том числе никуда не делась автоматика тех же самых смартфонов потому что они так же замеряют по отраженному свету поэтому когда вы снимаете что-то зимой белое на белом то там автоматика будет не досвечивать вам кадр надо как-то это дело либо переводить в ручной режим либо в приоритеты и докручивать поправочку в плюс если темная то в минус все надеюсь эта информация кому-то была полезной такая она прям уровень азов но тем не менее почему я решил это сделать потому что те люди которые приходят в большинство фотошкол я не говорю что все фотошколы одинаково на базовом каком-то курсе дают одинаковый уровень одинаковые предметы и одинаковые знания но чаще всего происходит примерно так на базовом курсе приходят люди которые практически ничего не знают им говорят так ребята вы купили зеркалку сейчас мы вас научим отключайте авторежим переводите ваши камеры в рассказывают им про выдержку диафрагму ISO и как собственно говоря все эти параметры свести к тому чтобы у вас получился правильно проэкспонированный кадр рассказывают проэкспонометр рассказывают что если деление на нуле значит кадр получится красивый если деление ушло в плюс он будет пересвеченный деление ушло в минус он будет недосвеченный вот и бывает так что фотошкола не затрудняет себя объяснять а вот эти вот как раз моменты когда надо работая с экспонометром целенаправленно вводить либо в плюс либо в минус чтобы получить правильную экспозицию и потом люди выйдя с этого базового курса ну так в целом по жизни и идут то есть они фотографируют всегда стремясь выводить значение экспонометра к нолику а потом удивляются что-то кадр темный или там наоборот кадр слишком яркий кроме таких ситуаций когда например мы снимаем на чем-то ведь поймите не обязательно поверхность должна быть белая чтобы мы получали недоэкспонированный кадр достаточно иногда снимать на контровой свет например в силу каких-то непреодолимых обстоятельств мы вынуждены снимать человека который стоит напротив окна и мы будем снимать его против света на контровой понятно что здесь автоматика ошибется и сам человек на этом кадре будет недоэкспонирован потому что яркость количества света которое поступает от окна будет для экспонометра более приоритетным чем то количество которое отраженного света поступает на камеру от человека потому что слишком большая разница слишком большой контраст слишком большой разрыв в яркостях и в этом случае тут либо прокручивать сразу в плюс экспокоррекцию либо переводить камеру на режим точечного экспозомера и замерять непосредственно экспозицию только уже по самому портретируемому человеку по лицу например ну ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки надеюсь я как-то понятно все рассказал все друзья всем пока